Здравствуйте, друзья мои! С вами канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. Сегодня мы разбираем контрольную работу номер 6 для 7 класса по алгебре. Это контрольная по учебнику Макарычева. Друзья, давайте быстро разберем эту несложную контрольную. И я расскажу вам общий принцип раскрытия скобок фонтанчиком. Сейчас все подробно буду вам рассказывать. Давайте делать первый номер. Как работать с фонтанчиком? Я вам сейчас покажу. Для начала запомните вот такую вещь. Сначала умножаем знак на знак. Затем умножаем число на число. Затем умножаем букву на букву. Если запомните вот эту схему, знак на знак, число на число и буква на букву, проблем с фонтанчиками у вас не будет никогда. Поехали, ребята! Умножаем знак на знак. Плюс на плюс. Вначале не ставятся плюсы, но они есть невидимые. Плюс на плюс будет плюс, не поставим. Число на число. Ребята, когда у буквы нет числа, это значит, что это одна буква С. И тут одна буква С. 1 на 1 – 1. Не напишем. Буква на букву. С умножить на С будет С в квадрате. Друзья, это мы сделали первый фонтанчик. Делаем второй фонтанчик. Дальше последний фонтанчик делаем. Плюс на минус. Минус. Число на число. 2 умножаем на 3. 6. Буквы нет. Ничего не пишем. Равно. Теперь нам нужно посмотреть, есть ли у нас родственники. Я их так называю. Посмотрите, тут 3С, а тут 2С. Давайте подчеркнем. Будем с ними сейчас работать. Ребят, минус 3 плюс 2 будет минус 1С. Но 1 мы не напишем, просто напишем минус С. Итак, переписываем С в квадрате. Делаем минус 1С и минус 6. Сделали первый пример. Едем дальше. Применяем абсолютно ту же самую схему. Плюс на плюс умножаем. Будет плюс. Не напишем. Число на число. 2 на 3. 6. Буква на букву. А на А. А в квадрате. Дальше. Плюс на плюс. Плюс. Число на число. 8. Буква на ничего. Просто А. Знак на знак. Минус на плюс. Будет минус. Число на число. 1 на 3. Будет 3. Ничего на букву. Будет А. И, наконец, минус на плюс. Будет минус. 1 умножаем на 4. Будет 4. Буквы нет. Буквы нет. Ничего не напишем. Равно. Смотрим, кто родственники. Посмотрите, тут плюс 8А, а тут минус 3А. Можем подчеркнуть. С ним будем работать. Сколько будет 8 минус 3? Будет 5. Значит, там напишем 5А. Все. Переписываем. 6А в квадрате. Только что посчитали. Плюс 5А. И минус 4. Сделали. Едем дальше. Поехали. Знак на знак. Плюс на плюс. Плюс не напишем. Число на число. 5 и 4. 20. Х на х. Будет х квадрат. Дальше едем. Плюс на минус. Минус. 5 на невидимый 1. Будет 5. Х на у. Ставим ху. Дальше. Минус на плюс. Минус. 2 на 4. 4. 8. 4. х. Х. Мы не напишем ух. Мы по алфавиту поставим. Х. ху. Чтобы не запутаться, ставьте всегда буквы по алфавиту. Минус на минус. Плюс. 2 на невидимый 1. 2. у на у. у в квадрате. Тут придется доработать. Ничего страшного. Вот здесь сейчас напишу. минус 5ху минус 8ху. Подчеркнем вот это. Подчеркнем вот это. Минус 13ху и плюс 2у в квадрате. Все сделали, ребят. Едем дальше. Плюс на плюс. Плюс. Невидимый 1 на невидимый 1. Невидимый 1. Буква на букву. а на а в квадрате будет а в кубе. Дальше. Плюс на минус. Минус. Невидимый 1 на 3. 3. а на а. а в квадрате. Плюс на плюс. Плюс. Невидимый 1 на 6. 6. а на ничего. а. Дальше. Минус на плюс. Минус. 2 на невидимый 1. 2. Ничего на а в квадрате. а в квадрате. Минус на минус. Плюс. 2 умножить на 3. 6. Ничего на а. а. Минус на плюс. Минус. 2 умножить на 6. 12. Ничего на ничего. Ничего. Равно. Подчеркнем вот так. И подчеркнем вот так. Больше нет квадратов? Нет квадратов. Теперь. 6а. 6а. Отдельно подчеркнем. Вот так я подчеркну. И вот так я подчеркну. Потому что они вот с квадратом, не родственники. Здесь просто а. Поэтому я их отдельно подчеркнула. Напишем а в кубе. Действуем. Минус 3. Минус 2. Будет минус 5а в квадрате. Плюс 6. Плюс 6. Плюс 12а. И минус 12. Ребят, это ответ. Мы сделали первый номер. Двигаемся дальше. Разбираем номер 2. Ребят, очень легкий номер, если вы сразу поймете принцип действия. Здесь все будет несложно. Помните прием вынесения за скобку? Мы сейчас воспользуемся этим приемом. Видите, здесь есть а плюс 3. И здесь есть а плюс 3. Мы сейчас а плюс 3 выкинем за скобку. А плюс 3. Все, выкинули. А выкинуть за скобку – это поделить на то, что мы выкинули. Мы выкинули а плюс 3. Поделим а плюс 3 на а плюс 3. Посокращается, будет 1. Только а напишем. То же самое. Мы 2, умноженное на а плюс 3, поделили на а плюс 3. Посокращается, будет 1. Будет минус 2. Все делать было нечего. Сюда, ребят, смотрим. Будем сейчас группировать. Здесь сделаем в скобочках ах минус ау плюс… Знаки не поменяем, потому что перед скобкой ставил плюс. 5х минус 5у. Скобку закроем равно. Кого я могу вынести за скобку из вот этой первой скобки? Тут а и тут а. Давайте я вынесу а. Когда я вынесла отсюда, осталось просто х. Когда я вынесла отсюда, а осталось просто у. Сделали. Плюс 5х и минус 5у. Давайте пятерку вынесем. 5 вынесу за скобку. 5 исчезло, остался х. Минус. 5 исчезло, остался у. Равно. А теперь смотрите, здесь х минус у. И здесь давайте его тоже выкинем за скобку. х минус у мы выкинули. А внутри что осталось, когда мы вот это выкинули? А осталось. Плюс остался. И здесь мы выкинули х минус у. Только пятерка осталась. Все, ребят, было нечего делать. Хороший номер. Люблю такие. Это задание, посмотрите на него внимательно, мы разобьем на два действия. Сначала мы раскроем скобки фонтанчиком, а потом все это умножить на минус 0,1х. Давайте делать первое действие. Выписываем вот эти скобки. Поехали, ребят. Плюс на плюс. Плюс не напишем. 2 на 5. 10. х квадрате на ничего, х квадрате. Плюс на минус. Минус. 2 на 4. 8. х квадрате на х в квадрате. х в четвертой степени. При умножении с одинаковым основанием степень мы складываем. А х – это одинаковые основания. Дальше. Плюс на плюс. Плюс. 6 на 5. 30. Буквы нет, не напишем. Плюс на минус. Минус. 6 на 4. 24. Ничего на х в квадрате. х в квадрате равно. Смотрим, есть ли у нас родственники. Посмотрите, здесь 10х в квадрате, а здесь минус 24х в квадрате. Вот они-то и будут нашими родственниками. Обычно, ребята, на первое место ставится то выражение, но которого наибольшая степень. Давайте и поставим. Минус 8х в четвертой. Затем сделаем 10х в квадрате минус 24х в квадрате. Получится минус 14х в квадрате. И напишем плюс 30. Теперь нам нужно вот это выражение умножить на минус 0,1х. Поехали, друзья. Фонтанчиком. Знак на знак. Плюс. Не напишем. Число на число. Это будет 0,8, ребята. х на х в четвертой. Помните, мы сложим степени х в пятой. Затем минус на минус плюс 14 умножить на 0,1 будет 1,4. Перемножить столбик, если мне не верите. 1,4. А х в квадрате на х будет х в третьей степени. Дальше. Минус на плюс. Минус. 30 на 0,1 будет ровно 3. И х напишем. Вот какой ответ, ребята, получается в этом примере. Посмотрите, пожалуйста, на это выражение. Мы должны сгруппировать сначала. Давайте группировать. Я хочу х в квадрате объединить с минус х с у. Потом я поставлю минус. И тоже хочу сгруппировать вот этих вот двоих. А когда я буду группировать, я поставлю скобку. И знак внутри скобки сейчас поменяется. Ребята, я поменяла знак, потому что сделала скобку. Вы тоже так всегда делаете. Равно. Давайте выносить вот отсюда х. Я вынесу х. Внутри останется х минус у минус. Давайте четверку вынесем. Четверку вынесем. А внутри останется, вы удивитесь, х минус у. Потому что четверку я повыгоняла. Равно. Давайте как тогда сделаем? х минус у вынесем за скобку. А останется х минус 4. Нечего было делать. Вот эту красоту давайте группировать, ребят. Тут на нее надо посмотреть сначала. Смотрите. Тут b, тут b и тут b. Давайте сгруппируем. А потом вот это с вот этим и вот этим сгруппируем. Тоже в скобочках. Давайте. Открываю скобку. А, b напишу. Минус b, х напишу. Там была b, она меня привлекла. И минус b напишу. Теперь поставлю минус. Смотрите. Сейчас напишу а, c. Но не забуду поменять знаки, потому что я поставила скобку, а перед ней был минус. А, c напишем. Тут было плюс c, х, а мы напишем минус c, не забудьте. Тут было плюс c, а мы напишем минус c. Тут b, тут b, тут b. Вышвыриваем b. b уехала за скобку. Осталось а. Минус b уехала, остался х. А что делать, когда b уехала? Помните, что это деление. Мы поделили b на b, получилось 1. Поэтому напишем минус 1. Ставим минус. Выгоняем c, друзья. c выгнали. Осталось а. Минус. c мы уже выгнали, останется х. И минус. Помните, что это деление. А c поделить на c будет 1. Все. Равно. Смотрите, чудо какое. Тут а минус х минус 1. И тут а минус х минус 1. А давайте вот это выражение отсюда и отсюда выкинем за скобку. а минус х минус 1 мы выкинули. А что осталось? Тут умножение. b осталось, ребят. и минус с. А мы сделали четвертый. Давайте задачу делать. Друзья, когда вы решаете задачу, пожалуйста, читайте их всегда несколько раз. Ребят, вот почитайте задачу, установите на паузу и прочитайте ее. А вдруг она сама решится, ребят? Предположим, что задача не решилась. Давайте читать. Из прямоугольного листа фанеры. Вот прямоугольный лист фанеры. Как будто бы фанеры. Вырезали квадратную пластинку. Допустим. Для чего с одной стороны листа фанеры отрезали полосу шириной 2 см? Мы сейчас отрежем. Давайте вот отсюда отрежем 2 см. Давайте я отрезаю 2 см. Я отрезала 2 см. А с другой стороны, с соседней, отрезали 3 см. То есть вот отсюда получается надо отрезать 3 см. Давайте отрежем. Все, ребят, мы сначала отрезали 2 см вот тут. А потом отрезали вот так, 3 см. Вот тут посчитали 3 и отрезали. Что сделать? Что надо делать? Найдите сторону получившегося квадрата. Угу. Если известно, что его площадь на 51 см в квадрате, квадратный сантиметр, меньше площади самого прямоугольника. Ребят, мне задача нравится. Здесь все будет неплохо и понятно. Чего хотят от нас составители задачи? Чтобы мы нашли площадь. Площадь с какой фигурой? Квадрата. А давайте тогда одну сторону квадрата примем за х. А вы согласны с тем, что если эта сторона у квадрата х, то это тоже будет х? Вот эта сторона. Потому что у квадрата все стороны одинаковые. Тогда площадь квадрата какая будет? С первой фигуры я назову. Площадь первой фигуры. А это х умножить на х, то есть х в квадрате. А теперь давайте попробуем посчитать площадь второй фигуры. Посмотрите, если вот этот кусочек, он такой же, как здесь, это вот х, да? Ребят, это вот был х, вот отсюда досюда. А это же было еще 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Тогда мы можем написать, что площадь прямоугольника – это х плюс 3 умноженное, потому что мы должны умножить одну сторону на другую. А теперь давайте догадаемся, что было здесь. Вот отсюда досюда у нас же был х. Смотрите, это ведь наш х. Смотрите, это ведь был наш х, правда? А вот он, этот х, ребят, да? А мы должны добавить… Сколько мы там отрезали? Мы должны добавить 2. Получается, что умножаем на сторону х плюс 2. Все, теперь мы знаем, что вот это площадь прямоугольника, а вот это площадь квадрата. И нам, ребята, дана подсказка. Нам дана разница между квадратом и прямоугольником. Друзья, ведь известно, что если мы уберем из прямоугольника квадрат, то разница будет 51. Давайте тогда вот из этой площади выкинем вот эту площадь и приравняем к 51. Давайте делать. Итак, пишу площадь прямоугольника. Написала. Вычитаю площадь квадрата. И равно это разница, а это 51. Давайте фонтанчиком работать. Плюс на плюс. Плюс. Не напишем. Один на один. Один. Не напишем. Х на х. Х в квадрате. Плюс на плюс. Плюс. Один на два. Два. Х на ничего. Икс. Плюс на плюс. Плюс. Три на один. Три. Ничего на х. Икс. И, наконец, плюс на плюс. Плюс. Три на два. Шесть. Ничего на ничего. Ничего. Никакой буквы. А вот теперь напишем минус х в квадрате. Равно 51. Смотрим, кто родственники. Смотрите. Вот это 2х и вот это 3х. Я подчеркну. Вот это и вот это. А еще родственники. Вот, смотрите. Х в квадрате и минус х в квадрате. Если у вас в одной части, а это все происходит в левой части вашего уравнения, находится противоположное значение, вот тут плюс х в квадрате, а тут минус х в квадрате. Мы можем их взаимно уничтожить. Все, уничтожили. Мы их уничтожили. Осталось сложить 2х плюс 3х. Получится 5х. А давайте сразу напишем равно. Я напишу 51. Мне шестерка мешает. Плюс шестерка мне мешает. Я хочу ее удалить в другую часть уравнения. Переедет со знаком минус. Все, давайте. 5х равно 51. Минус 6 будет 45. Как я узнаю х? Я 45 разделю на 5, ребят. Все, 9 получится. Отсюда ответ в нашей задаче. Ведь мы же за х принимали сторону квадрата. А нас об этом и спрашивали. Какова сторона квадрата? Будет 9, друзья мои. 9 сантиметров сторона нашего квадрата. Все, на сегодня мы закончили. С вами был канал Простоучилка. И я Елена Владимировна. А если вам информация, ребят, понравилась, пожалуйста, подпишите, лайки поставьте. Вот обязательно там, может, видео поделитесь с кем-то. В общем, помогайте мне по-всячески развивать мой канал. А я буду помогать вам, ребят. Как я буду помогать? Если у вас есть непонятные номера, что-то какие-то темы не получаются, обязательно мне пишите. Пишите номер. Пишите автора учебника. И класс не забудьте написать. Я для вас делаю видео. Уже многим ребятам помогла. Помогу и вам. Все, ребят, удачи на контрольных экзаменах. И ни пуха, ни пера. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...